Международный день инвалидов Международный день инвалидов Международный день инвалидов Генрих Гейне Глава романтической школы, последний ее представитель Тяжелейшее заболевание, скорее всего рассеянный склероз Находясь в состоянии почти полной потери подвижности и зрения Он написал Свободен пост, мое слабеет тело Один упал, другой сменил бойца Но не сдаюсь, еще оружие цело И только жизнь иссякла до конца А это, известный всем вам, Людвиг Ван Бетховен Свои лучшие произведения он написал, будучи совершенно глухим И когда я слушаю апостеонату Или пятую, или девятую симфонии Я соглашаюсь с Владимиром Лениным Это потрясающая, нечеловеческая музыка Написанная человеком, который ее не слышал Обратимся к нашим Это Константин Циолковский Основоположник теории космических полетов Автор более 400 трудов Создатель философии русского космизма Инвалид по слуху, слабослышащий А это Александр Беляев, знаменитый фантаст Все знают человека-амфибию Многие знают голову профессора Доуэля Между прочим, когда он писал этот роман Он писал его с себя Он заболел костным туберкулезом позвоночника И получил полный параличнок А это, уважаемые коллеги Михаил Васильевич Исаковский Автор массы знаменитейших песен В том числе «Катюша», которая входит в тройку Самых знаменитых русских песен во всем мире Инвалид с детства по зрению, слабовидящий А это Алексеевич Пантрягин Совершенно слепой Академик, лауреат всех возможных премий Ленинской, Сталинской, Государственной Математик, которого Виктор Антонович Садонович Называл самым выдающимся математиком 20 века Между прочим, разрабатывал математический аппарат Полетов баллистических ракет и термоядерных реакций За что и получил свои награды А это герои войны Яков Батюк, слепой диверсант, глава подполья в Нежине Повторил подвиг Олега Кашевого Был также замучен и расстрелян фашистами, между прочим Теперь наши, как это говорят, партнеры на Украине Отрекаются от Советского войны, во многом от российского Прошлого и тем принижают вклад украинского народа В победу над фашизмом А Яков Батюк внес в него вклад Огромный, в том числе и в своей жизни А это Зина Тусналобова, фронтовая медсестра 123 раненых вынесла она с поля боя Была тяжело ранена, избита фашистами, обморожена В результате решилась рук и ног Эта история вызвала такое возмущение в советских войсках Что возникло целое движение за Зину Тусналобову Бойцы мстили за эту девушку Давайте пропустим один слайд И обратимся вот к чему Как можно использовать человеческий потенциал людей с инвалидностью Для этого, конечно, нужно создать соответствующие условия Чтобы они могли работать Давайте посмотрим на слайде 13 Некоторые показатели занятости инвалидов в процентах Советский период 22 от общего числа инвалидов Сейчас около 17 процентов А если посмотреть занятость от числа инвалидов трудоспособного возраста У нас 26, в Европе 40 Согласно программе доступная среда Должны выйти на 40 процентов в 2020 году А дальше еще больше Но как этого достигнем пока совершенно непонятно Давайте посмотрим Теперь на данные о занятости инвалидов В количестве, в численности 15-й год Примерно 2,5 миллиона 16-й чуть больше 17-й 2 миллиона Я округляю 18-й миллион 640 тысяч человек Росстат прямо связывает сокращение числа работающих инвалидов С отсутствием индексации пенсии Кстати, недавно в третий раз я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву С вопросом о том, что если мы не можем проиндексировать пенсию всем работающим Давайте хотя бы инвалидам Дмитрий Анатольевич третий раз ответил вопрос не закрыт И дал соответствующее поручение Минфину и Минтруду Надеемся, что это будет стимулировать людей с инвалидностью Более активно вкладывать свой труд Как сказал бы Маяковский В труд моей республики Важную роль в занятости инвалидов Играют предприятия, массово использующие их труд Прежде всего предприятия общественных организаций Слайд 16 Посмотрите, как менялась ситуация с использованием труда инвалидов Скажем, Всероссийское общество слепых В конце советского периода 54 тысячи Сейчас примерно 7 У Всероссийского общества глухих еще хуже намного А ведь два этих общества были спонсорами государства российского В советский период ежегодно перечисляли в бюджет РССР Десятки миллионов тех рублей Это многие миллиарды современных рублей Как можно улучшить ситуацию с занятостью инвалидов Есть несколько механизмов Это госзаказ, который в основном был в советский период Это квотирование рабочих мест Это налоговые льготы Это субсидирование предприятий или рабочих мест Уважаемые коллеги Давайте посмотрим на предложение Общероссийских общественных организаций инвалидов В части госзаказа Обращаю ваше внимание на только одну позицию Это повышение для общероссийских общественных организаций инвалидов Суммы размещения заказа без конкурса со 100 тысяч до миллиона рублей Законопроект прорабатывался на разных уровнях Но до настоящего времени не принят Хотя, честно говоря, он ничего не стоит государству Следующая позиция Это квотирование рабочих мест Минтруд разработал законопроект Который, в частности, предполагает За счет тех, кто не создает рабочие места для инвалидов Создание в регионах специальных фондов Которые помогали тем, кто занимается трудоустройством инвалидов К сожалению, Минфин и Минэкономразвитие выступили против Недавно вопрос обсуждался на президентской комиссии по делам инвалидов Решили к этому вопросу возвращаться Но, коллеги, тоже ничего не стоит бюджету Давайте поможем принять этот закон Минтруду и правительству Российской Федерации Налоговые льготы По данным Минпрома Извиняюсь, забыл По данным Минпрома Каждый инвалид, в среднем, работая на предприятиях Получает налоговый льгот на 7 тысяч рублей При этом для того, чтобы сохранять рабочее место Нужно примерно 70 Одно из предложений российских общественных организаций инвалидов Это субсидии пропорциональные уплаченному налогу На добавленную стоимость Формальная льгота есть Воспользоваться ею не могут Из заключения, уважаемые коллеги Я хочу, чтобы вы посмотрели еще на одного человека с инвалидностью Это 38-летний Дмитрий Павленко Лишенный фактически рук и ног Погрузившийся на 40 метров Установивший мировой рекорд для людей своей категории Уважаемые коллеги Я хочу сказать, что неоднократно возникают дискуссии по поводу роли инвалидов в обществе Однажды известная лица написала, что инвалиды, для которых устанавливаются излученные светофоры на перекрестках Мешают ей творить Что же она там натворила, я не знаю Но мы прокомментировали это очень просто Реабилитации поддается почти любая инвалидность, кроме духовно-душевной И в заключение два предложения, две просьбы Уважаемый Вячеслав Викторович, я прошу вас вернуться к вопросу О создании при председателе Государственной Думы Совета по делам инвалидов Фракции поддержали И второе Я прошу комитеты по труду, социальной политике, делам, ветеранов И комитет по бюджету и налогам Провести совместные парламентские слушания на тему труд и занятости инвалидов Как фактор развития человеческого потенциала России Пользуясь случаем, благодарю всех, кто принимал решение В частности, об увеличении субсидий общероссийским общественным организациям инвалидов И всех, кто поддерживает эту категорию наших граждан Большое спасибо Музыка Музыка